Привет всем дорогие подписчики или не подписчики, если вы в первый раз столкнулись с моим каналом, вам тоже великий привет. Сегодня я хотела посвятить тему своего маленького урока карандашной техники. Вы, наверное, если знакомы со мной раньше, знаете, что я не перевариваю карандашную технику, птички и все, что связано с такой школой русского макияжа примерно конца 90-х, начала 2000-х, потому что мне это кажется уже не актуальным, мне это кажется не стильным и не красивым, не всегда это имеет место быть и, в общем-то, уже, наверное, это какая-то попсовость такая легкая. Но иногда в некоторых макияжах, особенно при работе с клиентами, приходится использовать карандашную технику для того, чтобы создать определенный каркас, наложить на него цвет, создать форму глаза, немножечко дольше продержится тени. И как бы есть определенный тоже перечень других моментов, который позволяет потом в итоге получить лучший результат, если использовать небольшой карандашный каркас. Не полностью, а так слегка, немножко. И сегодня я решила показать вам, как я это делаю. Плюс ко всему я поставлю небольшой цветовой акцент, такую маленькую светло-зеленую такую салатовую стрелочку для того, чтобы все-таки акцентировать внимание на современных техниках, немножечко макияж сделать более современный. Если вы хотите это посмотреть и вам это интересно, оставайтесь со мной. Начинаем с прокладывания нашего каркаса. Берем обычный коричневый твердый карандаш и плоскими штрихами наносим штриховку на внешний уголок глаза нижнего с начала века. Потом держим наши глазки прямо и наносим такую же плоскую штриховку на внешний уголок и складку верхнего века. Делаем ее более плотной, доводим примерно до середины глазика. И такую же штриховку наносим уже кончиком карандашика на внешний уголок. Теперь берем любую плоскую синтетическую кисть и, ну, как сказать, расштриховываем, растушевываем внешний уголок нашего рисунка, поднимаем ему кверху и к боку. То есть, чтобы у нас получился такой объемный рисунок, мы должны все это с вами растушевать, держа за кончик наш рисунок и оттягивая вверх или вниз в зависимости от века. Далее берем темно-коричневый обычный матовый цвет теней и наносим на наш рисунок плоской кисточкой, просто немножко прикладывая кисточку, то есть мы не растушевываем, а вбиваем цвет. Далее беру растушевочную кисть и для более плавных линий растушевываю края нашего рисунка. И теперь черными тенями просто чуть-чуть углубляю рисунок, наношу на внешний уголок и чуть-чуть на внешний уголок нижнего века также. Немножко опять растушевываю, чтобы втушевать все в рисунок. Теперь беру промежуточный оттенок, такой нежно-коричнево-серой тени и свожу светлый цвет к темному, нанося на середину века и немножко на растушевку кверху. Теперь белыми тенями я просто еще раз осветляю внутренний уголок и подбровью. Обычные белые матовые тени. Белые. Теперь беру мой любимый пигмент от Inglot, номер напишу под видео, светло-салатовый цвет, вы можете взять любой другой, и наношу просто, разводясь дюралайном, как подводку. Ничего нового и необычного в этом нет, просто как подводку. И теперь прокрашиваю все черной тушью, как следует. И нанесу еще сверху накладные реснички, также черным карандашиком нижнюю слизистую. Сверху буду носить накладные реснички от Salon Perfect номер 106, все номера будут подписаны под видео. И теперь карандашиком номер 217 обозначиваю нашу натуральную границу губ. Слегка заштриховываю наши губки и наношу сначала перламутровый блеск от Inglot в центр губ, чтобы придать объем, а потом все это покрываю сверху красивым глянцевым тоже блеском от Inglot неоновым. Всем спасибо, наш макияж готов. Спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм. Все жду к себе на макияж. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok